Всем привет! Вы на канале Реалистик Пес. С наступлением новой недели в игре появился новый контент, что на самом деле стало приятной неожиданностью. Хоть контента как всегда и немного, но тем не менее он отличается разнообразием от того, что мы обычно получаем в понедельник. И помимо новых паков появились некоторые ивенты, о чем и предлагаю поговорить в сегодняшнем видео. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать ролик своими лайками, ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Как я и сказал в начале ролика, начало новой недели порадовало нас в eFootball некоторым новым контентом, ивентами, паками и началами новых кампаний. Но обо всем по порядку. С постепенным стартом нового сезона киберспортивного турнира от Konami, именуемым eFootball Championship Pro, в eFootball стартует соответствующая кампания. Во-первых, которая позволяет при входе в игру заработать очки прокачки, а другая выражается в виде соответствующего ивента с интересными наградами. Более того, Konami стали раскидываться очками eFootball, и куда ни глянь, Konami везде раздают эти розовые очки. Их можно получить просто выполняя цели, проходя ивенты, и в будущем их можно будет получить за просмотр матчей соответствующего турнира. К слову, если вы перейдете по ссылке в описании и войдете в свой Konami ID, то сможете получить халявные 3000 монет eFootball. Так сказать, халява с eFootball Points идет вовсю. Вместе с этим в магазине eFootball Points появились небольшие скидки на очки прокачки, но только на них. То же самое продление контрактов все еще остается по предыдущей и не особо доступной цене. Даже не столько доступной, сколько просто абсурдной по своей стоимости, но это разговор уже другой. Сам факт того, что в Konami стали очень много раздавать eFootball Points, и это о чем-то договорит. Судя по всему, в будущем нам придется их потратить на что-то. Либо на те же очки опыта, возможно добавят новых игроков в магазин eFootball Points, потому что претенденты на это есть. Ну и в общем, трудно не заметить, что Konami постепенно готовит игроков к будущей трате как раз и вот этих самых раздаваемых eFootball Points. Но не только поинтсами едины. В игре вчера появился новый ивент, который посвящен eFootball Championship Pro, и который наконец-то отличается разнообразием в отличие от предыдущих ивентов. В рамках данного ивента, как и всегда, вы заработаете гпшки и те же самые eFootball Points, но участие немножко оно такое, скажем так, разнообразное. Первый этап представляет из себя просто забить один мяч. Все последующие этапы представляют из себя набирание очков, играя матчи. Второй этап 3 очка, третий этап 6 очков, четвертый этап 9 очков и пятый этап 12 очков. То есть, чем выше, тем выше ставки. Что-то похоже было летом, когда также проходил eFootball Championship Pro, но согласитесь, на фоне всех предыдущих ивентов это хоть какое-то, но разнообразие. И это действительно было интересно проходить и остается проходить, если вы все еще не прошли. Также в понедельник стал доступен новый пак, а именно дерби-пак с игроками Милана и Интера. И, судя по всему, понедельник становится тем самым днем, когда помимо клубной селекции, Канайм будут выкатывать и подобные вот дерби-паки. Так было с манчестерским паком, который также выходил в понедельник, так получилось и сейчас с паком Милана и Интера. Что можно сказать по паку, вкратце, то он очень даже неплохой, несмотря на то, что лично я даже не собирался его крутить, а по итогу потратил все доступные три крутки, из которых не выпали только игроки Интера. Но стоит отметить, что Лаутара Мартинес, что Шкринер, что уж Брозвич, все они на самом деле очень даже интересные ребята. Брозвич так вообще стал приятным откровением, а Лаутара Мартинес неплохо поддерживает игру в атаке. Шкринера я еще не заценил, потому что у него ужасная физформа, спасибо Канаме. Но в целом, пак очень даже интересный и в принципе на него даже можно потратиться, потому что там есть и неплохой Тамори, и Лиау, который всех интересует, поэтому почему бы и нет. Поэтому в комментариях под этим роликом я буду ждать ваши комментарии о том, кто же вам выпал из этого пака и крутили ли вы его вообще. Ну а на этом наш обзор нового контента в Ефутбол потихоньку подходит к концу. Как я и говорил в самом начале ролика, контента не сказать, что прям очень-очень много к соответствующему новому сезону, но согласитесь, что это лучше, чем ничего. Особенно учитывая, насколько Канаме скупы на подобные вот компании и новые ивенты, которые не просто из раза в раз повторяются. Поэтому хочется надеяться, что вот эти вот ивенты и новые компании, связанные с Ефутбол Чемпионшип Про, станут небольшим подспорьем для будущего онлайн контента, который также будет хоть как-то, но разнообразить игру. В общем, поживем увидим. Ну а перед тем, как попрощаться с вами, я напоминаю вам, чтобы вы не забывали поддерживать это видео с вами лайками, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, про нашу соцсети также не забывайте. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok